всем привет сегодня у нас с вами косметическое видео я хочу показать свои покупки которые совершила совершенно недавно думаю видео постараюсь максимально быстро много подробно о продуктах показывать рассказывать не буду я просто пополнила что-то приобрела новое пополнила скажем так свою коллекцию от фэнти продуктов и мне очень подошли и прям косметика бренда фэнти бьюти для жирной комбинированной кожи к средств особенно для лица такие как тональный крем пудра консилер сегодня об этом поговорим они очень классно я бы даже посоветовала это прям за последний год как раз у нас завершение года подводим итоги это косметическое открытие за прошедший год однозначно что я приобрела от фэнти давайте начнем с первого до жидкое тональное какое-то средство у меня здесь консилер оттенок у меня 150 точно такой же как тональный крем их это фэнти бьюти цвет назвала как называется профильтр консилер то есть жидкий с аппликатором очень удобный аппликатор я просто такого уже отвыкла потому что два или три три года я сейчас дела показать вам я пользуюсь от худа бьюти сразу скажу оттенок у меня маршмеллоу предпоследний вроде бы я покупала первый раз самый светлый как просто белый здесь не очень удобный аппликатор виде вот такой железный этой штучки как он грязный пожизненно это их минус но как качество один из лучших консилеров очень стойкий жидкий не подходящий конечно же для сухой кожи если какие-то шелушения морщинки все это вам подчеркнет только будь здоров но я все равно продолжу его приобретать потому что это просто идеально замечательно не окисляется в течение дня как нанес просто железобетонно держится фэнти это его более такой легкий вариант удобный аппликатор более жидкий и у фэнти здесь текстура когда-то тоже он не для сухой совершенно кожи и когда ты его распределяешь под глазами через парочку минут когда он скажу так втаптывается присыхает до застывает то ощущение немножко пудровости какого-то такого ощущения на пальцах когда от худо-бьюти ощущение просто как будто ничего нет она все перекрывает очень сильная пигментация при ничего не прилипает все аккуратненько этот более липучий и ощущение какое-то более пудровое но чуть-чуть полегче чем худа не так хорошо все перекрывает но по сравнению вообще с консилерами на рынке довольно достойная фигура и я бы честно говоря вот буду пользоваться посмотрю может быть даже повторю спробую его как-то может быть он не будет получше но фиксируется железобетонная и очень сильно плотный в плане цвета хорошо все перекрывает это однозначно фаворит худа я еще сильнее ничего не находила но я еще не пользовалась консилером от тарт я думаю что это что-то будет смесью может быть этих двух средств однозначно советую 150 оттенок у меня такой же как тональный крем их фэнти про фильтр для жирной кожи он не очень тональный крем нравится а я на него перешла и свой старый стилал дур добывая который раз 5 на покупала еще студенчество который железобетонную такой да плотный для меня кожа меняется она не стала не прям жирная комбинированная со временем сушится с я старею и вот этот стилал дару стал больше подчеркивать пор из шелушения на мне он не перестал подходить мостала кожа более сухая поэтому в про фильтр вот этот от фэнти тональный оттенок 150 идеально вообще подходит он немножко не такой плотный более под сухую кожу короче вот продукты для лица фэнти тональные консилеры сейчас пойму по моей текстуре кожи очень не подходит прям я очень переходим к тональным средством я приобрела просто за интереса вот такую пудру от фэнти которая тональный крем я думаю интернете все это уже видели это старые продукты они ни разу не новинки это для меня новинка и здесь у нас спонжик лежит что удивительная кисточкой довольно таки плотная получается пудра вот спонжиком этим как раз я и наношу дал плотный в самый раз мне это подходит очень мягкая прекрасная шелковистая текстура приятная коробочка то есть такой тональный крем которая можно взять с собой сразу скажу для жирной кожи комбинированной жирной сразу подчеркнет любые шелушения которые на коже есть но при этом на комби жирной кожи очень долго держится я бы этот продукт для себя характеризовала когда ты например едешь в отпуск у тебя загорелая кожа и тебе хочется вечером например выйти на ужин своим там любимым да где-то там в отеле или в кому какую-то экскурсию вы классная крутой за что такое да и тебе надо вроде бы как что-то подкорректировать на лице но тональный крем ты не можешь наносить потому что жарко поры забивается и он стечет сейчас тип декольте вот это то средство вот этот тональный крем я тоже цвет 150 и это пудровая soft matte powder foundation про фильтр серия ну про фильтр это которая для жирной кожи них 2 серия есть для более сухой можете присмотреться а вот это для меня сейчас этим пользоваться не буду однозначно это моё тональное средство на повседневку качни для видео что очень тоненькая пудра считай да на жаркую турецкую погоду на солнечное лето наше она не стекает она реально держится не очень хорошо сам супер перекрывает что это пудра но например консилер и вот этим плотным споржем которые родной здесь идет потом это нанести уж пробовал дождь от зимы очень неплотное тонкое покрытие хорошим перекрытием просто супер короче говоря я еще до конца скажем так средства не распродала погоду не подходящий но как у нас станет тепло я может быть потом вам ближе к лету весной дома ответик на этого пудру тональный крем тире дав основу расскажу но мне очень нравится классно я для меня такое открытие давно искала потому что биби крем и спасибо кстати за наводку благодаря вашим многочисленным периодическим советом чтобы я попробовала все-таки биби крем от эрбориан он мне очень понравился жалко там только spf 20 маловато для турции не до 40 поэтому еще фаворитов it косметик сиси крем который остается но эрбориан классный не очень нравится по свету по своим ощущениям на коже суперское средство и не надо было что-то но она у меня стекает во время жары не очень подходящие то села короткий промежуток времени эрбориан могу использовать весной и осенью а вот это вот моя летняя будет замена и купила я пудру в оттенке батор рассыпная пудра от фэнти почему по на самом деле у меня куплена пудра она лежит в россии дело заказ культ бьюти штамбу и у меня закончилась на самом деле пудра покажу с какой я сравниваю но она ко мне не скоро попадет скажем так в руки из россии не знаю когда там она ко мне приедет а пудра у меня заканчивается сейчас так что что я сейчас буду давать комментарии рецензии на эту пудру я сравнивала с вот этой вел пудру от our глаз our глаз мне очень нравится но я бы не сказала что это супер круто прямо на сглаживает поры ты прям как будто бы блин не знаю за зато шивала себе там на приложении на телефоне фотку обработал нет обычная классная рассыпная крутая пудра супер магии не обладает пирог не делает приятно неплохо на лице незаметно просто хорошая качественная классная пудра жалко заканчивается с удовольствием повторю еще раз это просто our глаз россии не происходит бьюти опять заказ короче геморрой на ее покупать а вот тут под боком фэнти на нее тоже хорошие были отзывы и у меня оттенок баттер здесь 28 грамм тоже серия про фильтр то есть матирующая для жирной кожи я купила лауре мерсия которая классическая такая вроде бы в новогодней упаковке пола не помню или с маленькой минькой там в подарок что-то на путь быть какой-то набор бы в общем я купила меч потом будет она у меня когда-то баллад лауре мерсии честно скажу ничего особенного у ней супер крутого нет то же самое что вот это фэнти у меня в малявки какой-то была уже закончилась ничего я не заметила супер шикарного в ней в общем ну и это фэнти обычная нормальная хорошая пудра кстати пудра у меня очень быстро за не то что быстро вот там а у глаз она мне года два было то есть но тут-то 30 грамм как бы потому что здесь очень жарко сразу лицей пудрой пользуюсь каждый день и в жару и в холод в любую погоду потому что здесь довольно таки не сухая погода влажная в турции пудры здесь улетают здесь ушла такая один такая заглушка потрясешь вот сюда пудра высыпается довольно таки ну сыпется честно говоря скажу на все вокруг упаковка war глаз поудобнее небольшой аромат сахара сахарный пудр какой-то такой сладенький есть у пудры матируют средняя скажу не супер шикарный люксы в какой-то эффект лоск на коже какой-то этой но такая же хорошая как лаура марсия один в один вот не дайте лауру эту я не скажу что какая-то разница в них есть честно говоря не одинаковые на мой взгляд это особенного классная хорошая матирующая пудра но конечно она на уровень выше по своим качествам на коже вот сейчас но мне нанесена чем какая-нибудь бюджетная бы была пудра конечно чувствуется но не супер лакшери шелковистая кожа это все-таки лоск вот этот от микки чувствуется а вот здесь упаковка вот это просто идеальная пудра так скажу я с удовольствием повторю еще раз вот здесь она очень удобно ты наклоняешь сюда высыпается и ты кисточка веришь вообще никуда ничего не летит в этой пудре упаковка просто супер так что по фаворитам это если меня спросите какую бы ты мне пудру рассыпчатую посоветовал вот эту глаз если не папа проще подешевле вот это фэнтит тоже неплохо красиво упаковка по своим качествам ну в принципе я бы сказал что прям одинаковые вот так вот показала их да но тоже неплохо я да по крайней мере я довольна не и скажем так критерии я не пожалела потраченных денег неплохая пудра сегодня у меня оттенок на тенях если спросите у меня писали комментарии ты красишься как клоун блин ребят но душа просит мне нравится краситься куда мне еще краситься как не для видео какой-то знаете элемент творчества я даже сказала да самовыражение и мне нравится ярко краситься почему нет если тебя беспокоит как кто-то накрашен это блин твоя вообще проблема что тебя это беспокоит мне по кайфу как бы да и связи с этим у меня сегодня на глазах палетка от наташи динона цирки спалит и тени бернович я заказала я если хотите отдельно от них сниму видео еще покупки у меня другое вот там еще кардаши для броя из россии заказывала чем на такие оттенки сегодня вот этот знаете вроде бы одна фирма одинаковые по качеству текстуре блестяшки но текстура разная и вот то что у меня сегодня мне не понравилось вот видите как у как это сыпется даже в упаковке цвета обалденно красивых пигментированный но ядрит падает мне пришлось раза три наверно консилер под глазами менять потому что очень сильно сыпется это жесть просто это нереально этим пользоваться если надо будет я вам отдельно про это сниму сегодня не об этом следующее что я заказала в сифоре это такой набор это все заказывают то что я показываю фантеты сифоры турецкой я купила чисто запас наборчик чтобы тушь была я обожаю это моя любимая тушь классическая формула здесь в наборе у нас идет еще карандаш маленький вот такой сенький у меня уже он есть кстати хороший карандаш присмотритесь кому надо каял черный хороший дал немножко знаете такой жидковатый как бы немножко в конце дня там ли долго носишь когда немножко выходит за контур но классный карандаш очень жирный классно рисует умывалку кстати ни разу не заказывала не пробовала себе уланком не могу ничего ответить попробую расскажу двуфаска я только двуфасками с глаз снимаю мне нравится я хотела полноразмер такой купить но я на сайте просто со скоростью света раскупали я положила в корзину я и не смогла купить и уже раскупили и тушь тушь классическая у меня это у меня ланком гипноз драма моя любимая щеточка моя любимая тушь 01 черный оттенок открывать не буду на том что у меня в запас если попадет воздух она начнет засыхать кисточка вот такая изогнутая и пушистый объем придающие в драме я обожаю объемной мне не подходят силиконовые резиновые такие кисточки они очень мало нас лают они удлиняющие мне длину не надо а вот классические пышные огромные кисточки на вот этих тушек просто идеально подходят мне на глаза далее моя прям покупка века помните я вам рассказывала эта фирма fresh я покупала набор уже много раз его видео светила набор из пяти масочек это есть сет такой для знакомства на культ бьюти заказом сих пор там продается кстати даже в сифоре турецкая продается повторюсь что всякие умывательные средства крема маски уходовые средства в турции сифоре гораздо иностранные они дороже потому что ну раза в практически два чем в европе где-то или в россии потому что налог на ввоз иностранного жидких средств очень высокий и декоративная косметика палетки там худы наташи динона анастасия беверли хиллс переводить в рубли если в кули в долларах даже они здесь дешевле в лирах потому что цена на сайте чем они в европе чем в россии палетки на 500 600 на 1000 рублей даже дешевле даже наташи динона да а вот жидкие средства и уходовая косметика гораздо дороже выгоднее покупать сухие текстуры там тени и вся история это из того пяти маленьких масочек набора что мне понравилась маска которую я приобрела для себя в постоянной пользе за что интересно никакой не ложечки ничего нет это витамин нектар бустинг фейс маск чё на тут бустинг честно 100 миллилитров большую взяла кем сразу 100 миллилитров этой маски никакой ложки нет что тут бустинг непонятно просто обалденный лимонно-мандариновый аромат этой маски такая желе короче говоря с кусочками мандаринов потрясающе чё бустинг не знаю потому что чисто у меня это она однозначно матирующая маска с витамином c с апельсином с мандарином цитрусовым этим ароматом обожаю цитрусы в парфюмах также и кожа от нее более гладкая мягкая но при этом такая луч как бы допустим но она больше сушит я бы не посоветовала эту маску для сухой кожи сто процентов скорее всего ничего плохого не сделает но ощущение подтянутости ощущение сухости на лице после не обязательно сразу после этой маски использую какой-либо питательный крем но для жирной кожи самое то круто прямо посоветовала вот маска 100 миллилитров сразу ключа очень мне понравилось я ее максимально в маленькой упаковочке 15 миллилитров а растягивала как могла пошла очень круто и мне очень понравилось но тут еще и ароматерапии конечно чтобы чисто знаете типа а там что-то не знаю морщины разглаживают тут не знаю ну вообще да какой-то такой тип эффект или значит увлажняет или кожа ваша светится ничего этого такого нет я бы назвала это не очень важная нужная маска в своем уходе а элемент кайфа ухода за собой что-то приятное да как бы хорошо для кожи но не супер типа там знаете кофе вам в постели она не принесется такую цену конечно могла потому что далее крем повторила от оригинс гинзинк ойл фри энерджи бустин гели мастер айзер крем гелевый без масел для жирной кожи чтобы не забывали забивались поры сейчас у меня гидродзен от lancome крем дневной очень хороший кстати я буду закончу что вам покажу и он старая эта форму очень такой жирненький неплохой и вот этот крем я уже пробовала я мой миниатюр или 30 миллилитров помню заказывала прямо на сайте оригинс с тех пор они не заколебали постоянно шлют на почту мне рекламки свои есть тоже никакой палочки накладывалки никакой ничего нет вот такой обычный кремик я им уже пользовалась мне очень понравился дневной крем на лето чуть-чуть чуть-чуть цитрусом пахнет обычно только кремик гелевой такой формы гелевый хоть она белый но у него ощущение такое немножко гелевая очень легкий водянистый на лето короче даже на коже в турции круто очень мне понравился и у нее очень кожа бархатная вот он невесомый без масел но при этом очень бархатный приятный на коже очень клёвый крем я его уже вам показаны очень понравился далее умывалку я купила это билиф марка и мне тоже у нее классно есть крем но он не всем нравится эта марка это корейская а про то что сифори турецкой не всем это подходит для сухой кожи не советую из корейских средств это не дешевая марка корейская поэтому если мы берем чисто по корейским средствам это дорогая фигня своих денег возможно не стоит в корейском выборе гораздо есть получше быть бюджетнее точно с таким же эффектом средства но крем у них без тоже масел для жирной кожи на лето я вам отдельно видео показывала когда карантин был я покупала очень крутой мне очень понравился поры не забывали не забивает при этом увлажняет питает как раз классный крем и вот этой же серии вот голубенькая я купила вот эту умывалку хотела пьянищую сюда чтобы она вырезала каким-то гелем плотным кремом на лице разносилась в пенку чтобы еще кларисоником раз неделю я прохожусь по лицу чищу кожу и она такая есть видите-ка сразу видно что здесь крема вот не видно не видно темно короче крем вот здесь то есть у нас здесь получается 160 миллилитров здесь уже столько нет капец здесь что у нас прям на упаковке написано минеральное масло 0 процентов тра-та-та-та короче ты супер не мега натурально полезно ничего плохого да хорошо кстати отмывает не до скрип и не до сухо сушисти кожи у меня если супер что-то сухое или кислоты я использую здесь на крыльях носа сразу реакция либо это щипет либо очень сушит либо чуть чешется никакой реакции нет на умывалке мне очень нравится шесейда умывалка я раз два раза покупала то что такая в геле в креме таком обычно такая видите кремовая она очень долго расходуется и надо прям маленькую горошину от шесейда и она очень хорошо пенится но у меня на нее в итоге аллергия когда она долго для использования и я иногда прям забрасывала потому что у меня со временем начинаем сохнуть крылья носа реакцию дают они потому что она очень сильно до скрипа вымывает довольно таки пересушивает кожи до сухой кожи вообще не с этой вот это прикольно я уже и пользовалась и с кларисоником приятно они супер много прям пены выходит поменьше чем у шесейда но классно реакции никаких нет и вообще прихожу к флорда что-то эта фирма билов очень подходит что еще забыла у нас от фэнти еще я купила себе и глаз бомб крем color drip lip крем господи короче помада оттенок 0 1 мау вайс я просто хотела попробовать текстуру и увидела вот сводчих в интернете точнее в новости когда покупаешь что скорее всего этот оттенок не может побоя подойти это холодный оттенок 0 1 и я бы назвала это до помады на такой очень пигментированный блеск для губ при этом он не липнет он такое держится на губах на смазывается это маску надеть очень приятно за контур не при этом не растекается на есть такой некий микс пигментированный не липкий не сопливый блеск для губ я бы называла цвет классный подходит у него все под макияжа смазать не буду потому что мне выпадет макияж навряд ли подойдет хоть и посмотрим цвет для меня просто идеальный такой большой как консилер мохнатка здесь такая аромат чуть-чуть сладкий но практически не уловим давайте чуть-чуть свою матовую помаду перекрою я даже под эту помаду мне подходит на рассе не ровно ничего не видно я сижу очень далеко очень мягко приятно на губах это то средство если брать какой-то там нет цветах особо оттенков много вроде прозрачность куда с блестками в ночи приятно на губах не делать никаких полосок здесь никуда не растекается очень классная штука я бы вам даже посоветовала мне очень очень понравилось просто хотелось на самом деле что-то у фанти мне все нравится ну тени и у них покупать не буду тени есть получше всякие типа там наташа худо и так далее а вот для губ средства мне хотелось попробовать я осталась довольна еще я вам покажу что настали в сифоре класть запад в каждой заказа вот это все эти средства это все в отдельные посылочки тебе кладут когда заказываешь сайта подарок как бы за покупку комплимент но раньше это было в сифора коллекция помада красная сашетка пробника тонального крема производства сифора я ничего против не имеем уж кому-то нравится но я ничего хорошего у сифор их производства не находила это просто трата денег в никуда и одно что у них хорошая была можно карандаши я купила каял у них неплохой коричневый но я особо не пользу повода нет и например когда же для бровей у них тоже неплохие все ничего больше нехорошего нет а тут мне положили там марио бодеску крем вокруг глаз я пробники обсудим пользуюсь я на этот крем для вокруг глаз куплю себя wishful от худы на раз саши таки чистящие средства для лица там умывалкой и что-то еще крем какой-то и представляете р.н. это global крем короче дневной крем и у меня такая миниатюра была из культ био до сих пор еще не пользовалась здесь у нас сколько миллилитров 15 миллилитров крема дневного кстати немало ничего что упаковки там 30 миллилитров или до 50 есть да можно выбрать ночью половина минимального размера в продаже который до рэнк то есть хорошая косметика здесь очень много на сайт на сифори турецкая появилась раньше не было там есть кислоты хорошие тоники кислотные наборы всякие так вот короче вот эта миниатюра у меня такая же есть скульпить у гуди бека я прям удивилась наконец-то сифора в турции начал что-то нормальное складывать коробочки из комплимент за покупку чем реально можно пользоваться да а не выкидывать на помойку всякую сифору коллекшн которая просто там либо оттенки ого-го либо красная помада их и короче все такое прочее еще одно средство покажу ладно это не сифоровский заказ купила ватсонс в турецком здесь возле дома ой стоит эта штука мы дам соврать может 25 лет эта маска фирма 9 9 3 это корейская strawberry honey gem peel of nose mask то есть короче маска для носа чтобы типа убирать отклеивать прыщики сухие поняли да короче комедон его такая вот маска ни разу на клубничка не пахнет клеевая там клей в составе прям меня же глаза слезятся когда наношу но я не скажу что супер что-то она там короче дирает пилинг она немножко делает волоски поддирает но прям чтобы я не видела но мне вытаскивала что-то ли у меня чистая кожа возможно короче прям такой супер работа от нее я не вижу от этой маски поэтому не оба кто будет мимо проходить думал купить не очень советую короче так присмотреть но не факт что вам понравится я допользуюсь на второй раз никогда точно не куплю ненужное средство так что пишите пожалуйста комментарии у меня еще у есть за по теперь посылка кстати кто не знал вайлберис пришедут в турцию там заказ можно за 20 долларов сделать доставку себе но это мне все товары с вайлбериса которые есть но они потихонечку загружают на страничку для турции которая но у меня есть заказы с вайлберис какой-то книжки дочки вот косметику карандаши для бровей я закупила по тесте бюджетные всякие хотите вам сниму видео что я покупаю на вайлберисе всегда пишите в комментариях обязательно это просто провал по карандашам для бровей могу вам снять то что то что не надо покупать блин не тратя свои деньги я их потратила за вас заранее и вот бернович например пигменты тоже оттуда заказ я нашла короче курьера кто привозит из россии всякие товары заказы здесь в турцию но это стоит конечно денег отдельных но если кому надо могу как бы поделиться контактами с прошлого человека если он будет не против вот так что пишите комментарии чем из этого пользовать что нравится что-то новенькое может быть пожалуйста буду приятно порадована такими комментариями можете просто оставить комментарий для продвижения канала сегодня отнимаю ваше время всех с наступающим новогодним люблю обнимаю жду ваши комментарии всем пока